ребята всех приветствуем на нашем канале всем привет вот сегодня такое спонтанное получилось видео сегодня 11 ноября и как-то я так прикинул что приехали мы в начале августа и надо посчитать действительно зашел на сайт и посчитал и сегодня первая наша круглая дата сегодня не то чтобы круглая дата круглое число ровно 100 дней с того момента как мы приехали в сша поэтому вот решили немножко на эти собрать подсчитать и подытожить что у нас собственно за эти 100 дней как мы их провели и что у нас до во первых как мы изначально когда ехали все спрашивали у вас там кто-то есть знакомых там кому вы едете эти люди с которыми мы здесь познакомились они настолько замечательные реально можно сказать что у нас появились новые друзья здесь которых мы уже очень очень любим то есть это я считаю большим достижением за три чуть чуть больше чем три месяца нахождения здесь хочется еще добавить что 100 дней это много я даже не могу сказать вам передать насколько они быстро пролетели то есть если сейчас оглядываться назад и смотри вспоминать вот я помню наш первый день когда мы прилетели в даллас и мы купались утром 3 августа в этом бассейне и мы смотрели на эти взлетающие самолеты и вообще я вспоминаю наши дичайшие просто глаза мы я не знаю мы не знали как кран включить и в общем как двери открыть все вещи для нас были как новые то есть мы смотрели на этот мир на американский миль и на спустя 100 дней тут есть еще чему удивиться опять же америка гигантская мы были только в нескольких городах и буквально вчера нам сказали что ребята вы 50 60 миль отсюда ответить это глухая деревня и вообще короче редкая фигня вот вы в техасе выбрали самое верное место я к чему говорю что мы смотрим сейчас удивленными глазами только на те вещи которые нас окружают мы еще нигде не были толком ничего не видели и поэтому нас еще ждет думаю впереди много чудных открытий хочу сказать что мы уже закончили нашу жизнь как туристов отдыхающих и сладкая туристическая бездельная жизнь у нас закончилась но тем не менее мы все так же продолжаем наслаждаться каждый день тем что мы здесь находимся и никуда нам отсюда двигаться не хочется единственное что дал бы я наверно это тот совет который я читал много раз до этого ну я ему не последовал и опять же поменял бы я что-то не поменял бы но дам совет вдруг кто-то из будущих иммигрантов смотрит это видео позаботьтесь о том чтобы даже если у вас достаточно накоплений вы просто можете каком плавном режиме искать работу самого начала то есть действительно в плавном не особо налегая или если есть какая-то возможность выйти на работу хоть там в первые дни хоть в первые недели вы спокойно выходите эти деньги лишними не будут мы я в публикал в инстаграме что мы отдали последние деньги за последние украинские последние украинские деньги да за дом то есть все испугались что мы тут остались без денег нет у нас есть деньги именно в пост был о том что мы отдали те деньги которые привезли с собой из украины то есть у нас еще уже жилье проплачено на пару месяцев вперед все нормально не беспокойтесь родители с этим тоже все отлично но повторюсь вам совет заботьтесь скажем так чем больше вы будете чем раньше вы начнете зарабатывать какие-то хотя бы деньги тем больше вы растянете свои запасы если они у вас есть да потому что когда мы приехали у нас был определенный запас денег но тем менее мы активно начали искать работу еще не имея social security не имея green card а здесь ну не знаю может мы плохо искали мы что как бы но дело в том что просто мы попали и это наш осознанный выбор не в самый иммигрантский город и для вот этого связано то есть если бы мы поехали в нью-йорк или в чикаго или даже в сан-франциско ну точнее скажем так в калифорнию в принципе то ребята там иммигрантов и работы гора просто гора там без документов без ничего ты идешь на следующий день работаешь мы себе немножко усложнили задачу поэтому вот да ну что мы активно включились в поиски но так как у нас был определенный запас денег мы типа пытались пытались но не получается ну и ладно получится следующий раз вот и как-то подзабили на это на пару месяцев вот а потом поняли что надо уже как бы подумать о будущем потому что осталось там нас на один раз за квартиру заплатите все вот мы начали активно искать но мы начали отсылать как бы профильные на профильные вакансии резюме но в то же время нам нужна была какая-то быстрая денежка поэтому мы сейчас столько мы всего переходя плавно к другой теме за вот этот месяц на последний мы перепробовали себя короче если бы мы были в украине я думаю мы бы даже в принципе вряд ли когда-нибудь попробовали себя в этих профессиях направлениях и с одной стороны как бы удивляет с другой стороны мы тоже это знали что работая на самых простых работах вот мы вдвоем у нас опять же хватает денег на аренду нас хватает денег на жилье на машину и грубо говоря так потому что я думаю начнутся вопросы сколько как почему то есть если вы работаете вдвоем 4 4 с половиной часа в день то можно зарабатывать где-то тысячу плюс долларов в неделю вот что в общем то вполне достаточно за первую неделю допустим условно скажем покрыть аренду за вторую неделю покрыть еду машину но остальные 2000 условно скажем вы уже тратите на то куда вы сами хотите тратить поэтому у нас сейчас вот ну естественно то где мы работаем сейчас об этом дальше чуть-чуть скажем что мы попробовали то есть мы просто работаем для того чтобы вот эти какие-то расходы покрытия все свободное время которое у нас есть мы уже тратим до с чего мы начали например их мы в доме работали на распродаже сейчас мы тоже кстати находимся на работе мы не обязательно нам присутствовать вдвоем здесь но мы ездим вдвоем когда есть время да мы возим на машине женщину вот сегодня мы привезли в церковь она в церкви мы ее ждем вот пока мы ждем в боулинг она боулинг играет да мы освоили да для себя совершенно новое направление сервировка банкетов это просто жесть работа такая себе конечно то есть ничего тяжелого в ней нету ну ничего интеллектуального в ней нету но как мы сказали то есть мы неделю поработали и нам хватает для того чтобы наши базовые расходы покрыть все остальное это так уже по желанию да и кстати вот нужно сказать как американцы относятся к такого рода работе вы не представляете сколько раз в день когда мы на работе мы слышим спасибо от людей организатора от людей участников то есть они просто вот спасибо вам большое это так здорово что вы делаете свою работу мы вас очень ценим у вас все хорошо они там постоянно спрашивают ничего не ну да без без шуток ну мне кажется больше ста раз в день мы слышим спасибо то есть на каждое действие это знаете можно наверное в копилку когда американцы типа улыбаются но это все фальшиво нет не фальшиво нормально улыба может быть это не от души прямо идет но тем не менее когда ты видишь улыбающегося человека это поднимает настроение плюс они говорят может быть спасибо на автомате но но у нас очень приятно очень приятно каждую две минуты на любое твое действие то есть они говорят тебе спасибо не как будто ты на них работаешь а как будто ты для них работа помогаешь им чувствовать себя более комфортно то есть ты делаешь их жизнь лучше каким-то образом в данном случае не важно что они думают ну вот про себя хотя я думаю что уже настолько это у них в головах что они действительно так считают то есть они действительно понимают что без вот этих маленьких винтиков они ничего бы не смогли сделать что еще хотелось бы добавить из тех вещей я уже много об этом думал хорошо сейчас что вспомнил 100 дней прошло за 100 дней я не то что в свою сторону вообще вокруг себя мы не ни разу не увидели грубости все абсолютно вежливые ты видела где-нибудь что был кто-то грубый когда мы ездили окей сейчас мы ездим на машине но опять же у нас много людей из разного окружения все вежливые когда мы раньше ездили на в общественном транспорте больше месяца то есть тоже ходили по улице много то же самое мы ни разу не встретили нигде грубость вежливость она просто знаете прет вы выпирает наружу и это очень приятно то есть это это становится нормой но что тут трики так сказать обманчиво нет не обманчиво а подвох в чем может быть что когда ты уже встречаешь чуть чуть менее вежливого человека какой нахал да он изменился всего лишь один раз если например тебе кто-то там не улыбается или как то на тебя так немножко странно кинул взгляд да у тебя начинает уже это подсознательно происходит какой-то типа блин что такое опять же до сих пор спрашивают что мы там скучаем не скучаем я повторюсь я скучаю по близким по друзьям вот я смотрю что происходит у нас в городе мне интересно что хорошего там я видела что осветили домики там на проспекте гагарина ну здорово же я очень люблю харьков вот но тем не менее пока вот вообще туда не хочется просто я не знаю ты ловишь себя на том что когда мы едем даже не дослушал извини когда мы едем по хайвы и неважно то есть мне мама говорит что вы там постоянно ездите как по окружной а тут действительно так построен город что у тебя есть две основных трассы с которых ты постоянно съезжаешь просто внув то место куда тебе нужно и я постоянно еду и восхищаюсь просто даже когда пробках стоим все равно блин вот как здорово что мы здесь вот кстати этот первые дни похолодало это со среды обещают опять плюс 20 вот так что будем ждать каминка купила новую курточку довольная ходит блины просто мерзла когда тут внизу а у меня новая кепка больше моя кепка превратилась просто в на солнце наверное короче можно и выкидывать уже курточка 30 баксов кепка 8 адидас курточка не адидас курточка багуянг но просто в том магазине кто знает эти джей макс такой стоковый магазин там получается я еще там не баланс мерила курточку тоже 30 баксов думала между ней и этой выбрать и потом смотрю там кофточки там по 60 баксов там выкладывал stories которые 230 стоило 60 сейчас я так подумала не на 30 баксов для курточки в общем то может сказать что дешево да поэтому решили надо брать по поводу машины да еще хочется сказать то есть она ездит отлично мы уже наездили почти 3000 миль это чтобы вы понимали 5000 километров практически за два месяца у нас такие проблемы то есть загорелся на значок чек что-то там с фильтрацией воздуха или чего-то такое как что мы выпускаем сейчас в атмосферу больше допустимой нормы вот этих газов и пока машина ездит камила не смогла пока связаться с нашим и харьковским механиком вторая проблема еще нас подтекала крыша на машине когда шел дождь на перестала кстати течь абсолютно то есть это было один или два раза всего лишь да и что-то с кондиционером мы написали предыдущим хозяевам машины что у нас так и так что-то случилось то есть у нас почему-то кондиционер работает все хорошо полы полы намокают из камила кладет тряпки потом их выжимаем странно почему-то вот опять же мы два месяца ездили ничего не было потом вот началась эта проблема и они нас пригласили типа приезжайте муж посмотрит дело может быть сможем это все быстренько починить я была немножко не то чтобы удивлена не говорили обращаетесь но тут опять же нужно сказать что здесь есть такое все-таки когда да 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 вот приезжайте там мы вас приглашаем когда-нибудь может быть лет через десять ну как бы такое вот или кто-то что-то говорит да там мы с тобой завтра пойдем повисим куда-нибудь ну вот это вот у них есть такое что они эмоционально сказали на эмоциях а потом там что подумали не захотели передумали то есть неважно и мы немножко думали что тут тоже так они сказали что если что обращаетесь но мы так думаем ну попробуем потому что скорее всего не скажет ой мы заняты нам некогда и вот но тем не менее сразу девочка написала да конечно давайте воскресенье приезжайте к нам нет я должна сказать что нам везет вообще с людьми но я твердо убеждена что то как вы себя настраиваете то что вы себе в голове думаете о том что будет дальше так будет все и получаться потому что мой папа привет папа если ты когда-нибудь посмотришь эти видео он жуткий пессимист на самом деле в том плане что нет он оптимистично такой все бодренький но все плохо вокруг одни обманщики вокруг одни мошенники мы всегда настраиваемся на то что у нас все будет хорошо что мы встретим замечательных людей что нам все хотят помочь если нам нужна будет помощь вот и тьфу 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 опять же вот вот так вот и все получается и я очень вам желаю если вы еще так не делаете настраивайтесь на хорошее мы не знаем да действительно как это получается но вот почему-то но так само получается и вся вот эта цепь событий то есть которая происходит здесь знакомства это непонятно как это это само просто происходит потому что так должно произойти это клёво мы этого довольны и вам того же желаем все круто а еще мы сегодня идем с моей руммейт на девичник в отеле интерконтиненталь ужинать плавать в бассейне и пить вино так что жена опять не позвали даже завтра утром работать никакого праздника ну в общем вот так ребята как-то много просто всего и все сумбурно мы не готовились до особо того что хотим рассказать ну просто поделились последними новостями последними за 100 дней новостями да для тех кому интересно все как обычно подписывайтесь оставляйте комментарии ставьте лайки все следите за обновлениями на канале скоро скорее всего запишу видео расскажу о работе более подробно ну точнее не только работе поиски работы пока пока